МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, с вами АРАСНЮС, где мы делимся последними новостями из Южного Азербайджана. В Тегеране был атакован тюркский книжный стенд персидскими фашистами в книжной ярмарке. Согласно местному информационному агентству Южного Азербайджана Йолпресс, книжный стенд, открытый азербайджанскими изданиями, подвергся нападению со стороны около 30 персидских шовинистов. По словам свидетелей, эти люди пытались атаковать и разорвать азербайджанскую эмблему, написанную на стенде. Нурла Пуршериф, который является ответственным за этот стенд, сказал, «На нас напали одни и те же люди три раза за один день. Два раза сотрудники службы безопасности стенда снимали их, но вновь оскорбляя тюрков, они атаковали книжный стенд. Эта фашистская и российская группа кричат такие лозунги, как «Вы азербайджанцы, а не тюрки» высмеивали около 40 миллионов тюрков, живущих в Иране». Рабочие из сталилитейного завода города Казвин в Южном Азербайджане из-за того, что не выдавалась зарплата, установили палатки перед заводом в знак возражения. Сталилитейщики на юге Азербайджана вышли на протест перед сталилитейным заводом из-за того, что не получали зарплату в течение нескольких месяцев. По словам рабочих, они в течение нескольких месяцев возражали против соответствующих учреждений, чтобы отстоять права, но не добившись никаких результатов, они решили создать палатки перед главными воротами фабрики. Следует подчеркнуть, что директор фабрики за неделю до этого запретил протестовавшим рабочим выходить на фабрику. Кроме того, были размещены объявления о поиске новых сотрудников. По словам рабочих, примерно в течение года они не получали страхования. Они сказали, что будут сидеть перед фабрикой, пока не добьются прав. Из-за засыхания озера Урмия в Южном Азербайджане у детей появляются неизвестные кожные заболевания. Жизнь миллионов людей, живущих в городе Урмия в Южном Азербайджане из-за высыхания озера Урмия находится под угрозой. В последние дни кожные заболевания, особенно у детей, доказывают, что здоровье людей в регионе находится под риском. По словам врачей и специалистов, это происходит из-за загрязнения воздуха солями и микробами, поднимающимися со дна озера Урмия. Следует подчеркнуть, что из-за этой экологической катастрофы миллионы азербайджанских тюрков, проживающих на юге Азербайджана, должны будут покинуть свою родину и земли, а те, кто не уйдет, останутся наедине с респираторными заболеваниями, раком, кожными и другими смертельными заболеваниями. Не стоит забывать, что причинами таких экологических проблем является никто другой, кроме как иранские расисты. Неправильная политика, которую ведут иранские власти, ответственные за высыхание Урмии, обойдется в миллионы жизней, и азербайджанская тюркская нация никогда ее не забудет. Дом сопротивления в городе Тибриз в Южном Азербайджане, принадлежащий к конституционному периоду обреченное исчезновение. Дом важного и известного командира конституционного периода Бауэрхана, а также здание, известное как Дом сопротивления, находится под угрозой исчезновения. Этот дом в городе Тибриз имеет много ценностей с точки зрения истории и культуры, но теперь он вот-вот рухнет из-за политики, которую иранский режим применяет против южноазербайджанских тюрков, вместо того, чтобы быть сохраненным как память о южном азербайджанском конституционном периоде. Согласно агентству АРАЗНЮС, по фотографиям, снятым в Доме сопротивления, многие части дома изношены или рухнули из-за дождя и других стихийных бедствий. Следует подчеркнуть, что в последние годы было опубликовано много новостей о разрушении археологических и исторических зданий в Южном Азербайджане. Несмотря на то, что этот вопрос звучит в СМИ, ответственные иранского режима не принимают никаких мер. Более того, пытаются уничтожить гораздо больше руинов, имеющих историческую, археологическую и культурную ценности. В регионе Килибер в Южном Азербайджане состоялся фестиваль кочевников «Черный рок». По данным информационного агентства ИРН, 4 мая в пятницу в регионе Килибер Южного Азербайджана в туристическом районе Харна состоялся кочевой фестиваль «Черный рок». На этом фестивале в скачках были установлены 6 гонок для мужчин и одна гонка для женщин в 900 квадратных метров. Помимо скачек, соревнования проходили в таких видах спорта, как вытягивание веревки, стрельба, традиционная борьба и легкая атлетика. Организация этого фестиваля совпадает с миграцией кочевников, и каждый год он проводится в весенний сезон с участием женщин и мужчин. В этом году был отмечен 25-й фестиваль «Черный рок». Необходимо подчеркнуть, что большое количество участий женщин в этом фестивале привлекло внимание. Район Килибер считается одним из красивейших городов Южного Азербайджана и расположен в 180 километрах к северу от города Тибриз и недалеко от границы с северным Азербайджаном. Трое учениц в Южном Азербайджане в городе Сулдос попытались покончить с собой. В воскресенье 6 мая три девочки, которые были ученицами старших классов, решили вместе совершить самоубийство. Одна из молодых девушек, использовавшая медные таблетки, умерла. Одна попала в реанимацию, а другая сдалась в последний момент. «Согласно местным сообщениям, у девочек были полностью женские характеристики в физиологическом отношении, и они были склонны к гомосексуализму только с точки зрения эмоций. В этот момент вступает в действие разделение женщин и мужчин и угнетение религии, которое применял иранский режим в течение многих лет. По мнению социологов, в обществе, где господствует угнетающая по половой принадлежности власть и где преобладает религия, неизбежно меняются нормы. «Мы являемся свидетелями самоубийства многих молодых людей, потому что социально-психологические расстройства в Иране сейчас увеличиваются, а все виды мужских и женских отношений запрещены и считаются грехом. Необходимо подчеркнуть, что гомосексуализм в Иране приводит к казни». Права Исламской Республики Иран сокращаются. Президент США Дональд Трамп официально объявил о своем выходе из ядерной сделки с Ираном. Содержание решения, за которым следил весь мир, было сложнее, чем ожидалось. Трамп объявил, что все существующие ранее эмбарго и санкции вернутся, и даже будут добавлены новые. На данный момент Европа выступает против этого решения, потому что экономика Европы подвержена негативному воздействию. Но, по мнению экспертов, европейская оппозиция не очень повлияет на Иран, потому что США заставляют европейские компании и держатели капитала выбирать между Ираном и Соединенными Штатами, а также наказывают компании, которые устанавливают деловые отношения с Ираном. На практике никакая европейская компания не может предпочесть Иран Соединенным Штатам. С другой стороны, страны Персидского залива высоко оценили решения Израиля в отношении Соединенных Штатов. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн уже начали санкции. Израиль, с другой стороны, оставил косвенную битву с Ираном в Сирии и начал борьбу напрямую. Израильская армия ударила по многочисленным объектам и пунктам развертывания Ирана в Сирии, и десятки членов Иранской революционной гвардии погибли в этих нападениях. Израиль публично заявил, что не позволит Ирану создать новую Хезболу. В Сирии, в то время как снаружи иранский народ постепенно уменьшается, ситуация внутри такая же нерадужная из-за режима. Экономический кризис изо дня в день углубляется, и страна на грани банкротства. Уже не только противники режима, но даже его сторонники предупреждают о том, что экономический и социальный коллапс слишком близок. На рынке практически нет иностранной валюты, особенно доллара. Государство конфисковало управление иностранной валютой и сообщило, что создаст дешевые цены на рынках, но на практике оно не может этого сделать. На черном рынке американский доллар скупается и продается втайне почти в два раза дороже цены, определяемой государством. Почти вся торговля, за исключением основных необходимых материалов в стране, остановилась. Значительная часть частного сектора обанкротилась, остальная часть находится на грани банкротства. Любопытно, что произойдет с экономикой страны, с вступлением в силу эмбарго США и арабских стран. Иран ждут тяжелые дни. С вами Билли Араз Милс. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok